Это не просто доктор на мопеде, а самая настоящая скорая помощь хутора Нижнеметякина. 75-летняя заведующая фельдшерско-кошерским пунктом Тамара Журавлёва мчит на вызов. Пациентов и их адреса за 45 лет работы помнят наизусть, как их диагнозы. Глюкометр показывает 8,4 при норме 6, хотя утром было около 12. Но пенсионерка Тамара Ивашенко, диабетик с 20-летним стажем, знает. Фельдшер Журавлёва приедет на своём мопеде, а если надо, и пешком, по первому вызову. Тамара Василина – это наш бог. Нету таких больше совестливых и честных. Нету. И не будет никогда. У неё нету любимых, нету дорогих, у неё все люди одинаковые. И снова на базу ФАП лечить других, а иногда и спасать. Вообще наш спаситель. Мой бы муж умер в 47 лет. Четыре раза. Четыре раза она его спасала. Причём у неё так, ты прилетаем, Тамара Васильевна, всё, лаун без сознания, хватает чемоданчик, лечит. Поэтому здесь нет, без преувеличения, из-за того, что мы там, мы просто её благодарны, я не знаю, это благодаря ей ещё люди живут хотя бы. Измеряет давление и тут же принимает звонок от другого пациента. Личный номер Тамары Васильевны у Хуторян вместо экстренных 03 и 112. Но сначала срочно снять ЭКГ Владимира Плаунова. Мужчина с врождённым пороком сердца лечится у Журавлёвой с детства. После вновь за руль по вызову. Теперь уже на машине. Ехать за несколько километров по бездорожью. На весь хутор в радиусе 10 километров она единственный врач. По количеству обслуживания 800 человек, чисто местных. Плюс сейчас Луганский здесь. Он же граничим мы с Луганском. Здрасте. Не привезли карточку? Нет, она приедет в понедельник или во вторник. Так, срочно карточку. Ага, всё. Вылавливаю. Есть такие, что беременные. Почему приходится принимать рода на дому? Потому что беременные, непутёвые. К бывшему афганцу Анатолию Тананакину наша героиня приезжает частенько. Мужчину мучит паховая грыжа. Прямо не могу. Ну, сейчас и на погоду. Она вылезла. Я чуть-чуть походил. Подожди, подожди. Сейчас мы её управим. Она легко управляется тут. После боевой контузии появился букет болезней. При обострении грыжи скачет давление. Сегодня вот поднялось выше двухсот. Таблетку под язык, укол. И снова на службу в медпункт. И так каждый день. За месяц бывает больше ста вызовов. Уже несколько лет по работе помогает дочь Наталья. Разложить картотеку, оформить пациентов в электронном виде. С компьютером Тамара Васильевна не дружит. В детстве маму я практически не видела. Потому что бабушка была парализованная. Была с бабушкой всё время. Мама постоянно у нас на работе. Мама мечтала, чтобы я была по линии. Династия у нас продолжалась. Но на вредность маме я специально заваливала экзамены. Но мама добилась своего. После двух высших, инженерного и педагогического, Наталья всё-таки получила медицинское образование в ростовском вузе. А сама Тамара Журавлёва окончила Новочеркасское медучилище. Пошла туда, потому что маму парализовала. Хотя до этого работала парикмахером, ревизором автобусов дальнего следования. И даже киномехаником. Крутила хуторянам индийские фильмы. Но потом решила спасать людей. Я хочу всех-всех, невзирая на должность, невзирая ни на что, поздравить всех с Днём медработника. Пожелать им здоровья. Здоровья в семьях, уважения, понимания. Мария Филинкова, Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Перворостовский.